Мы же предложили обсуждать гарантии безопасности в декабре прошлого года, и он об этом прекрасно осведомлен был. Там единственное было условие выполнить требования договоренности, которые были подписаны на высшем уровне в рамках ОБСЕ, чтобы никто не пытался укреплять свою безопасность за счет безопасности других. Он не хотел выполнять это обязательство, равно как и его западные покровители не хотели выполнять свое обязательство, заключенное вот в этой фразе, в этих словах. И все твердили, что святым является свобода выбора альянса в качестве средства обеспеченной безопасности для Украины. Поэтому он сейчас вам просто говорит неправду, врет, по-простому говоря, когда он заявляет, что он готов обсуждать о нейтральной статусе. Мы не видим возможности признавать демократическим правительство, которое угнетает и применяет методы геноцида к своему собственному народу. Никто не собирается оккупировать Украину. Цель операции объявлена открыто. Демилитаризация и геноцификация. Потому что постоянные факельные шествия, постоянное воспевание нацистов, культивирование нацистских привычек в рамках так называемых добровольческих батальонов. Это все протекает при полном попустительстве и молчании, в том числе со стороны средств массовой информации. Он подтвердил еще раз, что мы заинтересованы в том, чтобы украинский народ был независимым, чтобы он имел правительство, которое будет представлять все его многообразие. И чтобы он не был в ситуации, когда он находится под полным внешним управлением, причем внешним управлением, заточенным на то, чтобы поощрять неонацизм, чтобы поощрять геноцид русских и использовать Украину как инструмент сдерживания России. Россия обеспечит демилитаризацию Украины. Россия обеспечит геноцификацию Украины. Мы слишком страдали от нацизма, и украинский народ слишком страдал от нацизма, чтобы на это все можно было закрывать глаза и смотреть так легкомысленно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Россия обеспечит геноцификация.